Всем привет! Меня зовут Джин Лав, Анатолий Быков, и это третья часть презентации о моей игровой клавиатуре JCL Max Effect. В этой части презентации я расскажу вам о правильном и эффективном расположении клавиш, как не только для игры, но и для обычного использования клавиатуры. Потому что я также её использую и когда пользуюсь в интернете, что-то печатаю, набираю предтексты и так далее. Ну и в других делах, копирую, вставляю, что-то редактирую, фотошоплю, ну и в обычном использовании. Итак, и в чём здесь преимущество и эффективность расположения клавиш? И мы начнём именно с обзора вот этой основной части, потому что я сначала хотел создать вот такую вот компактную игровую клавиатуру, но из-за того, что я использовал большую схему, у меня не было другой возможности, мне пришлось вот это вот тоже создать корпус. И оставить здесь эти переключатели, хотя я ими не пользуюсь. Вот, ну для того, чтобы всё было красиво, я здесь разместил картинки, Зевса, Снайпера, Тролля. Это картинки из игры Dota 2, потому что клавиатуру я создавал для игры в Dota 2. Вот, ну и, собственно, данный корпус остался. Но основное эффективное расположение и нужные нам переключатели, они находятся все вот здесь. Вот, и в будущем я всё-таки со временем смогу создавать вот такие клавиатуры. Просто нужно найти для этого специальные материалы и возможности. Итак, ладно, это было небольшое отвлечение. Сейчас начнём с того, что я расскажу, где какие кнопки у меня находятся и почему это так эффективно, как в игре, так и в обычном использовании. Смотрите, ребят, здесь у меня находятся клавиши пробел. Всё потому, что я, если что-то печатаю, набираю, часто использую клавишу пробел. И я выставлял кнопки с приоритетом того, какие клавиши я чаще всего использую. По моему опыту, клавишу пробел я постоянно и часто использую, когда-то что-то пишу. Также я часто использую клавишу BESCAPE. Это клавиша стереть, BESCAPE. Тоже я могу на что-то писать, ошибаться, нажать стереть и потом опять исправить, написать. Здесь клавиша ENTER. Это тоже максимально эффективно для использования. Вот так вот, нажимать ENTER, запускать что-то или переключаться на что-то. То есть клавиша ENTER. Вот так же. Так же, ребят, отвлёкся чуть. Здесь у меня и другие клавиши. Допустим, клавиша ALT. Эту клавишу я использую как в игре в Dota 2, потому что там часто используется эта клавиша для различных действий. Также я эту клавишу здесь поставил, потому что она здесь очень эффективно стоит. Потому что можно нажать клавишу ALT, TAP и переключаться между вкладками. Потому что можно менять язык. ALT, SHIFT тоже очень менять язык. И это удобно. Смотрите, я нажимаю сюда пальцем, сюда и сюда. Поменял язык. Сюда и сюда. ALT, TAP. То есть это максимально эффективно и удобно. То есть использовать клавишу ALT. То есть как в игре, так и в обычных действиях. Смена языка. И, да, как, собственно, переключаться между окнами. Вот. Так же здесь у меня клавиша CTRL. CTRL здесь стоит, потому что удобно скопировать. Вот я нажимаю CTRL-C. И так же часто, что я использую, это CTRL-V. Вот она кнопочка V, да. Смотрите, вот здесь кнопка C, а вот здесь кнопка V. И это удобно. Я сюда ставлю палец. Вот CTRL-C. А если назад, то просто CTRL-V. Да, тоже удобно. Так же клавиша CTRL стоит, потому что не так часто, не очень часто. Но в Dota я тоже использую эту клавишу. Хотя очень редко. Но именно поэтому я ее тоже здесь оставил. Потому что иногда я, собственно, ее прожимаю. То есть, вот так вот, да, там. Вот. Следующие клавиши. Следующие клавиши – это стрелочков. Тут я уже не помню, может, я перепутал. В общем, здесь стрелочка назад и вперед. Эти клавиши я использую для того, чтобы при наборе текста я часто перемещаю вправо-влево полосочку, да, чтобы не двигать это мышкой, не кликать мышкой. Это очень удобно. Раз, вправо или влево переместил. И так далее. То есть, это стрелочки право-влево. Это очень эффективно и удобно. Также это эффективно и удобно в игре. То есть, ты что-то нажимаешь, раз, так вот нажал. Клавиши имеют разную высоту. Вот это высокие. Вот это стоят по уровню ниже. Эти клавиши ниже по уровню. Вот эти клавиши еще ниже. То есть, вот так эффективно и удобно нажимать. То есть, в игре то же самое здесь. Эффективно и удобно это все прожимать. Это клавиша Windows. Ну и так понятно, да? То есть, я ее тоже никак не задеваю, потому что она ниже по уровням. И когда мне нужно нажать Windows, выйти куда-то, зайти в какие-то систему компьютера, я вот так нажимаю и Windows. Windows я редко использую, поэтому она здесь. Но она также нужная кнопка, потому что я ей пользуюсь. Это клавиша Caps Lock. Просто сделайте шрифты крупным. Вот. Теперь у меня другая клавиша, которую я вам еще не рассказал. Это клавиша Dell. Вот. Это клавиша Delete, которую я очень часто пользуюсь, потому что я работаю с различными файлами, документами. Я постоянно что-то загружаю в компьютер и постоянно что-то удаляю. И вот нажать клавишу Dell для меня очень удобно и эффективно. Также эти две клавиши я очень часто использую в играх, потому что на них очень эффективно, удобно и нажимать. Просто легкое движение вперед, и ты прожал клавишу. Вот. То есть. Здесь клавиша Fn. Почему Fn здесь находится, а не где-то в других местах, как это в обычных клавиатурах? Просто я учитывал то, что мне нужно, и то, чем я чаще всего использую. А с клавишей Fn я использую только две вещи. Первое. С клавишей Fn я постоянно увеличиваю или уменьшаю звук. Когда что-то делаю, либо смотрю что-то в видео, либо играю. Я постоянно меняю звук. Это очень удобно. Я просто беру, ставлю сюда палец и вот так уменьшаю звук. На эту кнопку я прибавляю звук. Здесь все плюс, здесь минус. То есть это очень удобно и эффективно. Fn убавил звук. Fn прибавил звук. То есть очень эффективно и удобно. Вот. Также, что еще хочу сказать, что здесь клавиша F5. Зачем мне здесь клавиша F5? Все просто. Мне, если допустим я, сейчас стоит у меня одна подсветка, мне она чуть поднадоела, я захотел включить другую подсветку, я беру и меняю подсветку. То есть раз, поменял подсветку. То есть удобно это делать. Вот видите, то есть клавиатуру я настраиваю так, как мне удобно. То есть я расставил такие позиции клавиш, которые именно я использую чаще всего. Именно поэтому данной клавиатурой эффективно не только играть, но и использовать в обычном пользовании. Итак, теперь давайте перейдем к вот этой части алфавита. Сейчас я поменяю подсветку. Какую-нибудь, чтобы вам хорошо видно было. Чтобы не сильно светило. А может быть даже лучше я ее совсем отключу. Ну, пускай вот так будет, да? Смотрите. Вот основной алфавит. Он практически не изменился. Как вы знаете, основная раскладка, вы все видели на клавиатурах обычных, она в принципе такой же осталась. Единственное, что я изменил. Я взял блок цифр, который был сверху. Блок цифр, который был сверху, я их поставил вот сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да? То есть я их поставил вот сюда, этот блок цифр, которые были сверху, да, обычных клавиатур. Почему? Потому что это очень эффективно и удобно. Смотрите, я в обычном использовании прожимаю вот эти основные клавиши. Это три клавиши алфавита. Вот. Если сравнить, то это... Сейчас покажу на обычной клавиатуре. Смотрите, это клавиша RFN, T, G, B, U, H, N. То есть основные три клавиши. И сверху них я расположил вот этот вот блок цифр. Вот. Слева остался вот этот алфавит, справа остался этот алфавит. Ну вот так же у меня здесь все расположено. Вот основные три. Слева оставшая часть алфавита, а справа другая часть алфавита. Вот. И это очень удобно и эффективно, потому что у меня получается в центре вот этот вот центр, это самые часто используемые кнопки алфавита. Это так в целом в клавиатуре созданы. То есть в центре у нас самые часто используемые буквы. Вот. И символы. А по краям это то, что меньше используется. И в принципе так у меня получилось. Цифры я поставил сюда, потому что я понимаю, что цифры тоже часто используются при написании или каких-либо там других действиях работы с клавиатурой. Поэтому блок цифр находится здесь, потому что, во-первых, это удобно набирать, это удобно считать, потому что это как в калькуляторе блок цифра, блоком находится. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть это удобно и эффективно. И получается, что я могу клавиатурой пользоваться не только эффективно играть, да, здесь, в ней. Вот. Но и я могу одной рукой набирать весь текст, потому что у меня, смотрите, достаю я до всех кнопок, просто поворотом кисти до всех кнопок достаю. То есть я могу набирать полностью весь текст, вот, и цифры. То есть, видите, одной рукой я использую все клавиши и все кнопки. Вот такие вот дела. Именно поэтому эта клавиатура для меня эффективна не только в играх и максимально результативна, но также она намного лучше любой обычной клавиатуре, потому что я могу одной рукой полностью набирать и быстро печатать текст, не прибегая к использованию второй руки. И самое главное, я все настроил так, то что вот здесь у меня используются самые частые клавиши, и мне это делать еще более удобнее и комфортнее. Потому что в обычных клавиатурах, чтобы что-то прожать, надо перемещать руку. А я здесь все делаю очень быстро, все прожимаю и не перемещаю руку. Вот этими клавишами я практически не пользуюсь, вот этой частью. Поэтому у меня все управление сосредоточено здесь. И оно у меня теперь максимально быстрое и эффективное. Итак, на этом мы и закончим. И закончим мы на том, что если вы хотите создать тоже игровую клавиатуру для себя, то вы можете это сделать с помощью моего видеокурса. И самое главное, что вы не просто создадите игровую клавиатуру для себя, но также сможете создать максимально удобную и для обычного использования. То есть, когда вы поймете, какие клавиши и кнопки вы чаще всего используете, вы их можете разместить так, как вам это удобно. И тогда пользоваться такой клавиатурой будет еще более удобнее, эффективнее и быстрее. Именно поэтому данная клавиатура для меня является самой лучшей клавиатурой в мире на данный момент. И не только в играх, как игровая, но и как для обычного использования. В принципе, на этом все. И в следующем видео, это будет четвертая презентация у меня в следующем видео, я расскажу о функциональных возможностях клавиатуры. А это именно о том, что здесь можно назначать, передназначать любую клавишу. То есть, если вы захотели, допустим, здесь, чтобы была клавиша не пробил, а какая-то другая клавиша, вы можете в программе передназначить данную клавишу. Так как для данной клавиатуры я скачал программное обеспечение и могу передназначать любую клавишу, на какую захочу сам и пожелаю. Также есть возможность поддержки макросов, настройки, подсветки и так далее. Ну, а об этом всем я запишу в последней части моей презентации, четвертой. Я покажу, как переназначать клавиши, я покажу, как записывать макросы, я расскажу о четырех профилях данной клавиатуры. Что значит четыре профиля? Это то есть, вы можете на первый профиль настроить клавиатуру с одними клавишами, допустим, по одному, один вариант настройки, там, допустим, тут у вас будут какие-то определенные значения клавиш, на второй профиль настроить другие клавиши каким-то образом и так далее. То есть, понимаете, когда у вас четыре профиля клавиатуры, вы можете иметь одновременно, как бы, четыре разные клавиатуры, просто переключаясь между профилями. Вот. Но это все будет уже в четвертой презентации. А на этом все, ребят. Кому интересно, пишите ссылки в описании под видео. Мне в личку и также задавайте вопросы.